Во времена, когда мэром Одессы был Эдуард Гурвиц, Деволановский спуск предлагали превратить в деловой район. Затем хотели организовать здесь молодежный квартал. Ни одну из этих идей превратить в жизнь так и не удалось. То не доставало денег из местного бюджета, то мешали владельцы полуразрушенных зданий. Решили оставить все как есть. Прошло время и благоустройство Деволановского снова на повестке дня. Комплексное благоустройство территории, включая капитальный ремонт зданий, замену мощения, коммуникации, восстановление зеленых насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и так далее, малых архитектурных форм, упорядочение мест парковки, устройство дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха. Но далеко не все одобряют планы главного архитектора города. Одним из самых значимых недостатков проекта общественники называют неприспособленность района для пешеходов. Прямоугольные стеклянные здания, рядом парковка, брусчатка. То есть как делается в цивилизованном мире. Если идет благоустройство какого-то городского элемента, вначале делается так, чтобы удобно было пешеходам. То есть комфортно должно быть в первую очередь жителям пешеходам. Обязательно комфортно должно быть для людей с ограниченными возможностями. То есть должны быть пандусы, должна быть какая-то ровная дорожка. Видно, что люди, которые это проектировали, чиновники, видят наш город только через окошко своего автомобиля. Минус предложенного проекта – отсутствие единой концепции, уверена урбанистка Мария Смирнова. Доволановский спуск, как городской объект, займет свою нишу только если получит свой неповторимый стиль. Урбанистка предлагает применить элемент путешествия во времени. То есть превратить Доволановский в сосредоточие новейших технологий или наоборот в колоритный район Старой Одессы. Город написал, что они хотят его включить в пешеходный маршрут. Возникает вопрос для чего. То есть если мы туда направим туристов, мы должны им что-то показать. То есть либо это станет улица какой-нибудь там инновационной архитектуры, там мы пригласим под застройку новых зданий там знаменитых каких-то архитекторов с Украины, либо кого-то из-за рубежа, и там будут какие-то двигающиеся фасады, то есть что-нибудь такое инновационное, что будет вызывать у людей восторг. Либо мы, допустим, мы можем ее отреставрировать полностью в стиле Старой Одессы и показать первозданный реально ее стиль. Обустроить Доволановский спуск и уничтожить трущобы – идея полезная. Но начинать подобный проект можно лишь после разработки системы ливневок. Ведь такую картину видят одесситы на Доволановском спуске каждый раз после дождя. И это без ураганов. Обычный летний дождь. Здесь самая настоящая река. Середина лета – Одесса. Отсутствие ливневой системы со временем привело к промоинам, что может стать серьезной преградой для строительства наземных бульваров и парковок. Картовые провалы появляются из-за промоин. То, что они там сделали и создали какой-то бульвар над дорогой, ну, это, во-первых, еще выполнить конструктивно очень тяжело. То есть, я не представляю, как они это будут делать на территории, которая имеет карстовые провалы. Мы видим, что недавно был провал, где мост Кацебу, либо бывший полицейский. Судя по представленным общественности макетам, здания между Доволановским и Польским спусками снесут. Все строения можно условно поделить на жилой и нежилой фонд. В первом случае закон регламентирует предложить равноценное жилье каждому владельцу квартиры на Доволановском. Закон сегодня это позволяет. В интересах территориальной громады это жилье может быть выкуплено через решение суда у этих владельцев. Тем более, что это жилье, которое там есть, в частности, дом на Польском спуске, ниже Строгановского моста. Ну, он дышит, этот дом наладан последние 20 лет. Поэтому, не дай бог, какое-то землетрясение, он просто разрушится. Поэтому с людьми нужно провести нормальный разговор, предложить им нормальный вариант. Владельцам аварийных нежилых зданий, скорее всего, предложат их продать. Вероятно, будут и те, кто от сделки откажется. В крайнем случае, можно привлечь их, стать акционерами этого бизнеса. Например, мы решили строить там бизнес-центр. Люди говорят, мы не хотим продавать, вот нам закон. Хорошо. Мы оцениваем независимым оценщикам стоимость этих строений в таком разрушенном состоянии. Говорим, ну, они сегодня стоят миллион долларов. Вы хотите быть акционерами вот этого бизнеса, который мы там строим, торгово-разделительного комплекса? Да, хотим. Общая стоимость 150 миллионов, ваш миллион. Вы будете владеть тремя процентами, как акционер этого бизнес-центра. То есть, надо искать способы с людьми договариваться. Очевидно, если городская власть захочет внести реконструкцию Деволановского спуска в список своих добрых дел, то ей предстоит огромный пласт работы. Договориться с десятками людей, продумать прежде всего мощную систему ливневок и привлечь инвесторов. Не забыть и о сохранении аутентичности спуска. А это, как видим, очень непросто. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, Телеканал Репортер.